Друзья, всем огромный привет! Вы на канале Делай Сам и с вами снова Алексей. У нас сейчас идет дачный сезон, лето, огороды, все дела, и поэтому хочу сегодня сделать хорошее приспособление, которое не потребует каких-то лишних затрат, сварочных работ и так далее. А немножко приложить силы, буквально 10 минут и у вас будет готовый инструмент. Так что вам, если будет интересно, давайте посмотрим ролик до конца. Да, смотрите его, пожалуйста, до конца. Обязательно подписывайтесь, я буду показывать. Поехали! Работать будем сегодня вот с такой вот пилой. Это от ленточной пилорамы. Заехал на пилораме, попросите, отдадут бесплатно кусочек 100% на ленточных пилорамах. Они всегда есть и никому они не нужны, их просто выкидывают. В нашем случае нам понадобится кусочек 70 сантиметров. И отрезаем его при помощи УШМ. С каждой из сторон делаем отметочки по 20 сантиметров, чтобы одинаково было. И сейчас вот эти зубья здесь вот немножко, прям их по чуть-чуть срежем. Теперь одну сторону будем затачивать. Можно сделать так же при помощи УШМ, но мне подручнее это сделать на гриндере. Теперь нам необходимо сделать два отверстия. Одно у меня уже сделано от края 2 сантиметра. И второе сделаем от края на 10 сантиметров. Для начала возьму сверло по керамике. Оно дает немножко насечку. Значит, я вам расскажу, какие сверла нужно брать. Друзья, отвлекусь на минутку и хочу рассказать и посоветовать вам отличные корончатые сверла бренда Катран. Почему именно они? Так тут все очень просто. Сверла Катран разработаны и производятся по немецким технологиям на том же оборудовании, на том же ИСО и даже из тех же стали, но по стоимости дешевле, чем привычная европейская оснастка. И вы не переплачиваете за мировые бренды. Сверла прошли тестовые испытания в условиях повышенной сложности. Они показали отличные результаты работы при высоких нагрузках по сравнению с другими производителями. Технические характеристики подтверждены сертификатом соответствия. У бренда Катран есть различные серии корончатых сверел. Самые востребованные сверла серия Голд. Эти сверла отличаются износа устойчивостью за счет специальной высоколигирной стали. Покрытие ТИН обеспечивает сверлу высокую твердость и низкий коэффициент трения. И серия ТИН имеет твердосплавные напайки, за счет которых сверло с легкостью справляется с любым видом стали. Цветными металлами и неметаллами. Выбор на самом деле огромный. От различных диаметров до различных видов сверла для сверления различных видов металлов и неметаллов. И каждый может подобрать то, что ему нужно. Ну а я оставлю ссылочку в описании под роликом, где вы можете более подробно ознакомиться, узнать все характеристики и приобрести себе. Еще раз повторюсь, зачем переплачивать за именитые бренды, когда можно взять товар высокого качества по более низкой цене. Так делаем с двух сторон. Взял старенький черенок и отпиливаю ненужную часть. Берем саморезики, я буду выставлять немножко под углом. Тут под себя нужно будет подобрать. И закручиваем саморезы. И теперь вторую сторону сгибаем. Здесь надо быть немножко аккуратным, потому что все-таки сталь такая пружинистая и может отскочить. Делать нужно аккуратно. Главное один саморезы закрутить. Вторая уже пойдет как по маслу. Вот у нас получилось-то такое вот колечко. Такой вот скобель. Пойдемте его попробуем. Травы, к сожалению, у меня нету. Но покажу, как он работает. То есть у нас раз. И подрыхлить можно. И эта сторона рабочая, которая с зубчиками, тоже очень хорошо работает. Делается все очень просто. Все элементарно. Также можно между клубничкой поработать. Вот как траву срезают. Прям шикарно. Вон там у нас есть травушка немножко. Вот так. Таким способом. Раз. Мы все очень простенько срезаем. Вот так вот между рядья. Она врезается, срезает. Как по маслу. Смотрите, там какой слой можно. И уже травы не будет. Ничего не согнулось, ничего никуда не делось. То есть элементарно и все просто. Работать одно удовольствие. Это вам не тяпка. Сейчас не скажете, что тяпка то же самое. Нет, тяпка далеко не то же самое. Так, тут вот прям легонечко раз и земля срезается. Все шикарно. Вот и прорыхлили. Шикардос. Друзья, так что получился вот такой у нас рабочий инструмент. Такой плоскорез. Работает шикарно. Как видите, форму свою не потерял. Остроту может быть, ну, немножечко. Там, да, по камням постучал. А так, вторая сторона можно использовать просто как грабельки подрыхлить. А это срезать корни. Так что, если понравился ролик, палец вверх. Напишите ваше мнение. Мужики, убирайте своих жены от экрана, а то заставят делать. Вот. Вам же всем крепкого-крепкого здоровья. Всего самого хорошего. До новых встреч. Пока-пока.